друзья всем привет спасибо что в очередной раз заглянули на мой канал особенно как всегда приветствую случайных зрителей подписчикам крепко жму руку сегодня мы с вами говорим о немножко странной теме сам немало озадачен ей это возможная утилизация вашей посылки причем конкретно в моем случае посылка достаточно дорогостоящий ну что же давайте об этом с вами поговорим сразу после заставки поехали и так возможно утилизация вашей посылки то есть вы себе представьте вы заказываете заказывайте товары там один там 500 рублей один там тысяча другой там 25 рублей 4 10 тысяч рублей естественно наиболее дорогостоящие посылки вы ждете с особенным волнением да потому что на кону как бы деньги немаленькие вы очень надеетесь на то что товар придет непобитым что товар будет качественным будет соответствовать всем вашим ожиданиям вот а в какой-то момент вы можете получить такой статус что бац проблемы на таможне нормально ну и собственно говоря что делать вот кстати по поводу того что делать и когда возникает проблемы на таможне я видео снимал где-то здесь вот вверху я размещу но не все проблемы на таможне они поддаются какому-то логическому объяснению я даже об этом видео говорил и вот буквально а сегодня столкнулся с такой ситуации во первых у меня получилось что проблема на таможне далее статус изменился в посылка возвращается отправителю ну нормально как бы да то есть чем пытаться выскрести свою посылку с таможне с уплатой там каких-то пошлин штрафов предоставлением пачки документов которым все равно могут там привязываться и задавать много дополнительных всяких вопросов ну то есть грубо говоря чтобы не тратить там один два или даже три дня для урегулирования можно просто подождать когда посылка вернется отправителю и алиэкспресс вам просто компенсирует деньги вот но моем случае через некоторое время статус из посылка возвращается отправителю поменялся на статус посылка утилизирована вот естественно я обратился на таможню и попросил дать пояснение почему посылку могут утилизировать понимаете что это существенные деньги и чё ну тупо кто-то себе забрал там на таможне да и ответственно нагрел карман или что произошло на что таможня отвечает мне что таможня по своей инициативе вроде как не может уничтожать посылки не знаю насколько это правда но хорошо если так вот в любом случае в ситуации когда у вас возникает проблема на таможне либо посылка возвращается отправителю все-таки наверное совсем уж сидеть сложа руки будет неправильно все-таки нужно подстраховаться и сделать некоторые действия которых я сейчас соответственно расскажу а по объяснению таможни в любом случае товар на таможню передает транспортная компания то есть ту транспортную компанию соответственно которую вы выбрали которые использовали к ней наверное нужно и адресовать вопросы вот в моем случае была транспортная компания five пост там в четвертом пункте внизу five пост как транспортная компания получила информацию посылки далее по идее если таможню посылка нормально прошла five пост получил бы эту посылку доставил ее бы до меня вот так как посылка у нас на таможне с ней возникли проблемы соответственно нужно обратиться в поддержку нашей транспортной компании в моем случае это five пост был с вопросом собственно говоря что происходит какие там действия вообще странно наверное при возникновении проблем на таможне обязательно конечно вас как получателя посылки должны проинформировать о том что происходит вот возможно соответственно транспортная компания какие-то пояснения по ситуации даст вот в моем случае я достаточно поздно сделают обращение в транспортную компанию вот после чего они достаточно быстро разобрались и поставили статус проблема после этого разрешение спора сдвинулась с мертвой точки потому что мой открытый спор на алиэкспресс по этой ситуации шел очень тяжело то есть соответственно была куча вопросов ко мне причем я открыл спор не по теме что проблемы на таможне я открыл спор по теме что срок защиты товара заканчивается посылка все еще в пути но как бы тоже в общем-то отражает данную ситуацию вот но была масса масса вопросов ко мне и по-моему я прикреплял там три-четыре даже возможно пять доказательств это скриншотов от различных трекинговых служб то есть я прикрепил во-первых скриншот от соответственно трекинга я прикрепил скриншот из личного кабинета five поста с отслеживанием статуса я прикрепил скриншот из личного кабинета таможенной службы с тем что у меня нет никаких там оповещения я ничего не получал я прикрепил скриншот из службы почта россии отслеживание заказных писем что мне тоже не приходило никаких заказных писем с уведомлениями от там не последний скриншот я прикрепил после отправки обращения в таможенную службу опять-таки по данной проблеме вот то есть все проверки которые производила служба защиты алиэкспресса они были в общем-то вначале недействительно то есть мои доказательства не принимали к рассмотрению считалось что изначально как бы моя вина в том что да с данной посылкой возникли какие-то проблемы что вообще удивительно я как бы ни сном ни духом вообще не в курсе меня никто не не оповестил не поставил никаких условий получения посылки там выплата пошлины и предоставление каких-то документов то есть вообще ноль эмоций статус практически сразу же в таможне был что проблемы на таможне и посылка будет возвращена вот там смотрите 17 и 23 июля в общем получается что вот такая ситуация в общем то может возникнуть но это на самом деле не частый случай то есть он может возникнуть действительно с какой-то объемной посылкой возможно с дорогой посылкой и возможно в случае если вы также как я действительно много различных посылок заказывайте вот возможно таможня посчитала что я слишком много товаров заказал может быть там был превышен лимит на совокупное количество посылок и либо их стоимость либо стоимость одной посылки но по стоимости одной посылки явно лимит в 300 евро не превышен в общем такая вот тяжелая ситуация но в любом случае сейчас после того как five post подтвердил что проблемы с этой посылкой спор частично удовлетворена в мою пользу то есть я не получу полную стоимость этой посылки я получу ну грубо говоря там 95 или 90 процентов стоимости от нее что меня в общем то более чем устраивает то есть очередной раз служба защиты алиэкспресса сработала нормально а все адекватно то есть я не потерял 10000 чего я очень боялся ну в общем вот такая вот информация я надеюсь это кому-то будет полезно если вдруг у кого-то что-то наподобие какие-то ситуации были обязательно в комментариях также отпишитесь возможно какую-то расширенную информацию предоставить это будет безумно интересно и полезно всем зрителям и подписчикам вот если есть какие-то предположения по моему случаю я тоже с удовольствием их выслушаю может быть кто-то из зрителей более опытен даже чем я в части общения с таможней и тому подобное вот я на этом пока что видео заканчиваю любые ваши комментарии соответственно оставляйте я благодарю вас за просмотр этого видео до конца самом конце мне как всегда формальности спонсорами видео являются международной площадке алиэкспресс симул джерпи стабангу списка товаров по моей версии как всегда ищите в описании к видео естественно если вам видео понравилось казалось полезным не забываем поставить лайк кто не подписан на канал обязательно подписываемся нажимаем на колокольчик все друзья желаю всем чтобы у вас не было никаких проблем с получениями посылок все всем удачи пока